Это у них не повара, это боги. Так об армейских поварах отзываются будущие солдаты. В столовой ребят угостили гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем. Оценить армейскую кухню смогли ученики школ города в рамках традиционного проекта «Армейский городок», который прошел в воинской части в преддверии Дня защитника Отечества. Во всей стране у нас в городе и вообще для школьников сейчас очень важно военно-патриотическое воспитание, воспитание причастности ко всему тому, что происходит в стране и в мире. И такие экскурсии помогают ребятам увидеть службу военных, как вообще ребята живут, что происходит, чем они занимаются. Потому что армия – это все-таки довольно-таки закрытая такая структура, а у нас есть возможность сюда зайти. В Саровской дивизии ребята увидели приемы рукопашного боя, узнали, что нужно сделать, чтобы правильно обезвредить преступника и как действуют специальные подразделения при массовых беспорядках. Школьники собирали и разбирали оружие, пробовали себя в строевой подготовке и изнутри изучали боевую технику. Но больше всего ребят впечатлили кинологи, которые рассказали, в чем заключается работа служебных собак. Это вот что-то прям сказочное было. Если бы я как-нибудь дрессировала собаку, то я бы ее точно так, чтобы прям вот она, команда какие-то прям вот делала с первого раза. А тут прям собака с первого раза раз села, раз легла. В акции «Армейский городок» в этом году поучаствовало более 150 пионеров из Союза детских организаций «Сияющие звезды». Тем, кто будет отмечать праздник на боевом посту, ребята подарили открытки и плакаты, сделанные своими руками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.